Дигидрокверцетин, как и кверцетин, является мощным, достаточно безопасным, малотоксичным антиоксидантом широкого спектра. Сегодня я вам расскажу о том, что такое дигидрокверцетин, о потенциале его использования при различных заболеваниях, при различных ситуациях, при коронавирусной инфекции. И постараюсь дать вам некоторую информацию касательно отличий кверцетина от дигидрокверцетина, потому что вопрос реально сложный. Нигде какой-то четкой информации об этом нет, и каких-либо больших исследований, сравнивающих кверцетин и дигидрокверцетин, не существует. Потому что по-хорошему надо взять 500 человек и давать им дигидрокверцетин, 500 давать кверцетин, и еще 500, допустим, давать пустышку плацебо, и сравнивать в отношении конкретно какого-нибудь заболевания. Естественно, это очень дорого, сложно и энергозатратно. А заболеваний много, попробуй это все изучить. Но расскажу вам о том, что мне удалось накопать. Меня зовут доктор Аталеков, и мы начинаем. Заставку, пожалуйста. В 1814 году французский исследователь Шеврель выделил первый флавоноид, названный впоследствии кверцетином. В России изучению флавоноидов положил начало известный ботаник Бородин в 1873 году. В 1936 году, когда американские ученые венгерского происхождения Сент-Дьерди и Русняк установили, что полное излечение цинги возможно лишь в случае комбинации витамина С с другим веществом, повышающим устойчивость капилляров, назвав его витамином В. Впоследствии выяснилось, что витамин В – это не одно вещество, а целый ряд веществ. И название витамин В было заменено термином биофлавоноиды. Это одна из причин, почему дигидрокверцетин лучше комбинировать с витамином С. Для того, чтобы, так как они оба влияют на синтез коллагена, это будет лучше укреплять сосуды, кожу и, в принципе, любую сойдительную ткань, куда входит коллаген. Вторая причина, почему лучше комбинировать дигидрокверцетин с витамином С – это, что он способен защищать витамин С от окисления в организме. Вы сможете прочитать статью об защитном влиянии кверцетина на аскорбиновую кислоту. Я оставлю ссылку в описании. Поехали дальше. Дигидрокверцетин является уникальным и очень редко встречающимся в природе мощным антиоксидантом. Он является предшественником кверцетина. То есть, кверцетин образуется из дигидрокверцетина. И в большинстве продуктов мы можем найти уже кверцетин, а не дигидрокверцетин. Содержание дигидрокверцетина в продуктах ничтожно. Его можно найти в луковой кожуре и в расторопше. Но наиболее богато дигидрокверцетином – это древесина лиственницы. Собственно говоря, из которой его и получают. Дигидрокверцетин является одним из самых редких и наиболее ценных антиоксидантов, встречающихся в природе. В Российской Федерации наиболее популярен дигидрокверцетин, а не кверцетин, который добывают из древесины лиственницы. Это такие вот красивые хвойные деревья, которые содержат в себе, как я уже сказал, кверцетин, дигидрокверцетин, арабиногалактан. О нем в двух словах скажу. Которые нужны, в принципе, для жизнедеятельности, для защиты от окружающей среды этого дерева. Соответственно, эти вещества, они сформировались эволюционно. Их дерево используют для своих нужд. Но при попадании в наш с вами организм происходят свои какие-то уникальные эффекты. О них сегодня будем с вами разговаривать. Для получения дигидрокверцетина нужно сначала отделить его от примесей, содержащихся в древесине. Далее кверцетин можно получить дополнительным окислением дигидрокверцетина. И это достаточно энергозатратный процесс. И есть несколько способов этого получения. И тут встает вопрос, а действительно ли нужно выделять отдельно кверцетин? Или можно использовать дигидрокверцетин? Лучше ли этот кверцетин по своим свойствам и эффективности, чем кверцетин? Вот очень интересное исследование 2008 года, произведенное в России. Сравнивали химически чистый кверцетин и смесь дигидрокверцетина вместе с кверцетином, добытой из лиственницы. И изучали, насколько вот смесь, насколько вот эта вот нечистота кверцетина, она влияет на антиоксидантный потенциал. И было выяснено, что смесь работает лучше, чем чистый кверцетин. Антиоксидантный потенциал будет выше, если используется смесь, а не чистый кверцетин. Вот еще одна статья, я оставлю ссылку. Здесь подробно описан процесс производства кверцетина из дигидрокверцетина. Количество, ну скажем так, процентное соотношение дигидрокверцетина составляет 90% всех флавоноидов в лиственнице. И практически 10% составляет кверцетин. Плюс там содержатся еще другие вещества, и там содержится арабиногалоктан. В зависимости от того, каким способом его получили, то ли это высокотемпературный способ, то ли это низкотемпературный способ, в зависимости от этого у него будет растворимость несколько меняться. Соответственно, будет меняться его способность всасываться. Вот это резюме основных эффектов дигидрокверцетина на организм. Первое, он является мощным антиоксидантом. По некоторым данным он в 10 раз мощнее витамина С. Противоинфекционное, противобактериальное, противовирусное действие. В исследованиях доклинических, против пикорновирусов он использовался, против вируса Коксаки-B4. Это одна из основных причин возникновения диабета первого типа. Здесь он был сильнее противовирусного препарата Рибавирина, который ранее был, кстати, одобрен для лечения COVID-19. И сильнее Римантадина в отношении вирусов гриппа А и Б. Касательно воспаления, дигидрокверцетин положительно влияет на метаболизм арахидоновой кислоты, что позволяет использовать его при воспалительных заболеваниях, при аллергических заболеваниях, при геморрагических синдромах, то есть когда есть повышенная кровоточивость. Также он укрепляет и кровеносные сосуды. Способствует снижению уровней циркулирующих цитокинов, что может быть неплохо, допустим, при цитокиновом шторме, при обострении каких-то аутоиммунных заболеваний. 20 лет назад в России были проведены клинические исследования и наблюдалось у пациентов ускорение выздоровления от пневмонии и от обострений бронхита. То есть если есть у человека пневмония или бронхит, то же это такое средство, которое должно быть под рукой. Стабилизирует мембраны эритроцитов, не давая им разрушаться, пополняя их антиоксидантный запас, то есть защищая их от свободных радикалов. Чем больше эритроцитов, тем лучше доставка кислорода к органам, тем меньше кислородного голодания. Это тоже отлично при пневмониях, бронхитах, при заболеваниях сердца, при коронавирусной инфекции. Он помогает в дозревании коллагена, то есть это для хорошей кожи, для крепких сосудов, капилляров, для костей суставов, для соединительной ткани. Я вам до этого рассказывал про цингу. Дегидрокверцитин может защищать от радиации. Исследование было вот такое вот на мышках, в которых бедных облучали радиацией. Одним давали дегидрокверцитин, другим не давали. И те мышки, которым не давали, они вообще все погибли. Тем, кому давали, у них была намного лучше выживаемость. То есть не дает радиации повреждать ДНК. Соответственно, против лутации, против возникновения рака. То есть это к вопросу, почему вот эти вещи во время лучевой терапии, во время химиотерапии у пациентов с онкологическими заболеваниями я не назначаю. Потому что это будет защищать, с одной стороны, весь организм, а с другой стороны будет защищать и опухоль. Поэтому вот эти вот биофлавоноиды во время именно лечения использовать не стоит. Только если уже после лечения человеку плохо, ему надо помочь, тогда можно иногда рассмотреть вопрос об их использовании. Тем, кто страдает аллергиями, отеками. Недавно я рассказывал о синдроме непереносимости гистамина, о синдроме активации тучных клеток. Оставлю ссылки под видео. Известно, что дигидрокверцетин способен снижать проницаемость капилляров. То есть это действие против гистамина, который у нас наоборот повышает, вызывает отёки, покраснения, аллергические реакции. И этот эффект в 1,3-1,4 раза сильнее, чем у кверцетина. То есть это вот ещё одно отличие, что для аллергии, для непереносимости гистамина, дигидрокверцетин работает сильнее. Вообще, дигидрокверцетин давно уже исследуется в России. И клинические испытания начали проводиться ещё более 20 лет назад. И показали положительное влияние в качестве профилактического средства для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также при реабилитации после ряда заболеваний, таких как, допустим, стенокардия, то есть ишемическая болезнь сердца, энцефалопатия дисциркуляторная, это атеросклероз в сосудах мозга, это сахарный диабет, заболевания лёгких. То есть в этих случаях тоже дигидрокверцетин показал эффективность даже на людях. Подтверждено угнетение производства холестерина организмом при использовании кверцетина, достигающего 86%. В октябре 2021 года вышла статья по потенциальному использованию дигидрокверцетина при лечении пациентов с COVID-19. Мы знаем, большая опасность – это цитокиновый шторм, массовый выброс цитокинов, который будет стимулировать иммунную систему, воспаление, повреждение органов, лёгких сердцев, возникновение тромбов, повреждение сосудов, головного мозга, и гибель именно связывают с развитием цитокинового шторма. При этом образуется огромное количество свободных радикалов, которые будут повреждать все эти органы. Двустороннее будет повреждение массивное лёгких, соответственно, как антиоксидант, он будет противоборствовать вот этому вот окислительному стрессу, соответственно, защищать внутренние органы. Плюс окислительному стрессу подвергаются и эритроциты, то есть они будут разрушаться. Я вам уже говорил, что акверцитин способен пополнять их антиоксидантный резерв, соответственно, они будут нейтрализовывать эти свободные радикалы и эритроциты не будут разрушаться. Они нам нужны для того, чтобы переносить кислород. А если лёгкие страдают, кислорода и в них и так будет мало, организму он очень нужен, сатурация падает, нам, конечно же, очень важно защитить не только лёгкие, где кровь будет насыщаться кислородом, но и саму транспортную систему, которую этот кислород будет доставлять к внутренним органам. Эритроциты из них выпадает железо. Свободное железо, но будет усугублять поражение нервной системы, мозга, печени. Часто этого железа связывается с белком и образует ферритин. Мы знаем, что это острофазный реактант, то есть это вещество, которое может повышаться при мощном воспалении. И, соответственно, если ферритин очень высокий у пациентов с ковидом, это показатель того, что, скорее всего, у них тяжёлое течение или он может отяжелеть в ближайшее время. То есть нам крайне важно защищать эритроциты с помощью антиоксидантов. Дальше. Дигидрокверцетин способен снижать гормон стресса, кортизол. Кроме того, ещё забыл сказать, что дигидрокверцетин, он, как здесь говорится вот в этом тексте, блокирует слепание эритроцитов между собой и, кроме того, воздействует на тромбоциты, подавляя их склеивание. То есть, как бы, вот это вот звено тромбоцитарного тромбообразования. То есть, этот эффект теоретически тоже мог бы помочь и при коронавирусе, и при других заболеваниях для такого мягкого кроверазжижения. Хочу вас ознакомить с такой очень занятной статьёй 2003 года, российская, об ещё одном отличии дигидрокверцетина от кверцетина. У нас с вами есть такие белки теплового шока, которые будут выделяться при перегревании клетки, при различных воздействиях токсическими химическими веществами, ну, в общем-то, при различных стрессах. И это те белки, которые будут эту клетку переведить в состояние защиты. То есть, они будут защищать клетку от гибели. То есть, они её законсервируют и чтобы переждать стресс, чтобы переждать это повреждающее действие. Они, кстати, вырабатываются ещё при кислородном голодании клетки, если у них нет кислорода, чтобы она не погибла. И они вырабатываются при интоксикации, допустим, бактериями, когда те выделяют свои токсины. То есть, это очень важный такой защитный белок для наших с вами клеток. Кверцетин, в отличие от дегидрокверцетина, способен блокировать белки теплового шока. В частности, нас интересует белок теплового шока с молекулярной массой 70, то есть, БТШ 70. Разными методами в этой статье были изучены, насколько белки теплового шока будут активно вырабатываться клеткой при её перегревании или при действии химическим веществом токсичным. И плюс потом добавляли кверцетин или дегидрокверцетин. И выяснилось, что при добавлении кверцетина эти белки практически не вырабатывались и клетка была не защищена. Вот они клетки нормальные, то есть, контрольные. Вот эти клетки подогревали. Вы видите, что они практически все живые, но где-то тут мелкие есть мёртвые клеточки. Вот при добавлении кверцетина вы видите, вот эти все круглые беленькие с белыми ободками, это всё мёртвые клетки. То есть, вы видите, что очень много клеток после нагревания при добавлении кверцетина погибло. А здесь при добавлении дегидрокверцетина гибели не наблюдалось. Это очень интересно, Если это подтвердится на практике, то это будет огромный козырь в использовании, например, при онкологических пациентов, потому что опухолевая клетка тоже способна выделять белки теплового шока, чтобы защититься от химиотерапии, от лучевой терапии, от нагревания, от каких-то ещё стрессовых факторов. Соответственно, если давать, допустим, кверцетин человеку, онкологическому больному, и облучать опухоль, то клетка будет не защищена опухолевая, опухоль будет не защищена, и она будет намного сильнее гибнуть. К сожалению, это пока теоретический аспект, к сожалению, это пока доклиническое исследование. То есть, кверцетин теоретически мог бы повышать эффективность химиотерапии, лучевой терапии у онкологических пациентов. Правда, будет повышаться и токсичность, потому что другие клетки организма тоже не будут защищены, и химия будет переноситься хуже. Но в любом случае, это очень интересное свойство кверцетина, в отличие от дигидрокверцетина. Дигидрокверцетин, в принципе, он в этом смысле никак не влияет, поэтому каких-то дополнительных эффектов у онкологических пациентов, скорее всего, наблюдаться не будет. Поэтому он и не будет повышать, допустим, токсичность при химиотерапии. Ещё одно интересное исследование по микробным плёнкам. То есть, микробные плёнки – это такие вот, ну скажем так, способ роста бактерий, которым они закрепляются на какой-нибудь поверхности, допустим, на слизистой. И тем самым они не могут смыться слизистой, они защищены от антибиотиков. И известно, что дигидрокверцетин может замедлить образование бактериями вот этих вот плёнок. То есть, он является, как бы, повышает чувствительность бактерий к каким-нибудь антибиотикам, к физическим методам воздействия. Ещё одно свойство – это защита печени. В этой статье говорится о том, что дигидрокверцетин, он же токсифалин, может защищать печень от сводно-радикального повреждения, от радиации, от всяких химических, токсических веществ. С нами я вас, наверное, уже утомил. Очень много данных. Материала пришлось прочитать очень много при подготовке. Значит, ещё на что надо обратить внимание, когда выбираете дигидрокверцетин, это на его биодоступность. Как я вам говорил, он очень плохо водорастворимый, и он растворяется в водно-спиртовых растворах. В спиртовых растворах. И тут сравнивали, как будет растворяться в спиртовых растворах кверцетин, полученный низкотемпературным методом и высокотемпературным методом. Работа была произведена в Институте биофизики клетки РАН, в Институте теоретической экспериментальной биофизики РАН. Изучали форму кристаллов, размеры, спектрометрические всякие показатели. Изучали растворимость. Флокол – это дигидрокверцетин, полученный низкотемпературным методом, а это флавокон высокотемпературным методом. Насколько я разобрался, низкотемпературный метод более дорогостоящий, но растворимость намного лучше. Вы видите, что скорость растворения в этиловом спирте 4 секунды против 10 секунд, допустим. Количество максимальное, сколько вещества может раствориться, тоже выше. И выводы, что растворимость этого низкотемпературного в этиловом спирте почти в 2 раза выше, в 2-2,5 раза быстрее. Плюс меньше примесей, если получают низкотемпературным методом. То есть предпочтительнее брать дигидрокверцетин, полученный низкотемпературным методом для улучшения его всасывания. И все-таки я бы вам не рекомендовал слишком делать какие-то настойки. Лучший водный раствор все равно при постоянном приеме он будет всасываться. Потому что в любом случае спирт, он не полезен для организма. Дорогие друзья, я себе сам купил дигидрокверцетин. Зарубежники любят в основном кверцетин, потому что как бы он является... Они стараются его очистить до максимума. Он является более мощным антиоксидантом, если его использовать одного. А у нас используется больше дигидрокверцетин. Изучается он больше. И я считаю, что это достаточно правильно. Потому что даже в лиственнице вы можете увидеть, что 90% там все-таки дигидрокверцетина. То есть он в лиственнице важнее. И только меньше 10% будет кверцетина. Плюс желательно использовать его не один, а именно с другими антиоксидантами. Плюс витамином С. Чтобы лучше было воздействие на капилляры, на коллаген. Чтобы он защищал витамин С. И я видел еще комбинированные препараты с цинком. С цинком я бы не стал брать. Лучше возьмите цинк отдельно. Потому что если вы будете применять, допустим, для вашего холестерина, для давления, для сердца, для хронического бронхита. То цинк постоянный не нужен. Он может легко вызвать передозировку. Купил я препарат наш отечественный. Он, конечно, не дешевый. Но здесь есть, во-первых, он с витамином С идет. Во-вторых, он как раз получен низкотемпературным методом. За счет этого он и подороже будет. Этот дегидрокверцетин добыт из лиственницы. Также он содержит арабиногалоктан. Это еще одно интересное вещество, которое содержится в лиственнице. Есть даже монография по дегидрокверцетину и арабиногалоктану. Для меня это вещество новое. Поэтому мне было тоже интересно о нем почитать. Сейчас буквально в двух словах расскажу о действиях. Значит, он обладает широким спектром действий. Это и воздействие на иммунитет за счет больше питания микробиома. То есть бактерий, живущих в кишечнике, которые, собственно говоря, и регулируют иммунитет. Он защищает печень, желудок. Стимулирует производство клеток в костном мозге. То есть кровестимулирующий, скажем так. Является пребиотиком. Может снижать жиры в крови. Является источником хорошей пищевой клетчатки. Он повышает синтез жирных кислот с короткой цепью. Это то, чем общается наш с вами микробиом с организмом, регулируя и иммунитет, и настроение, и сердце, и вообще работу многих органов. Дигидрокверцетин обладает противоопухолевой активностью и усиливает защиту кишечной стенки от канцерогенных веществ. В завершение хочу сказать, что потенциально дигидрокверцетин можно применять при хроническом бронхите, эмфиземе, бронхоэктазах, то есть хроническая обструктивная болезнь легких. Второе. При всяких респираторных заболеваниях, включая коронавирусную инфекцию. При пневмониях, при сердечно-сосудистых заболеваниях, при разных болезнях печени, при остеопорозе, при болезни Альцгеймера, при повышенной кровоточивости, при аллергиях, при синдроме активации тучных клеток, о нем я рассказывал, с которым может быть связан постковидный длительный синдром, при синдроме непереносимости гистамина, собственно говоря, который имеет много общего с аллергиями. И может быть использован для подпитки наших с вами бактерий в кишечнике, как пребиотик. И для, собственно говоря, налаживания оси между кишечником и мозгом. Себе его взял попробовать, но я не буду его пить постоянно, а именно для каких-то ОРВИ, для инфекционных заболеваний. Я повторюсь, что природа крайне умна. Она недаром делает именно конкретное соотношение веществ. И всегда в смеси вещества намного лучше работают, чем если вы будете выделять какое-то чистое вещество и говорить, вот у меня чистый кверцетин, вот супер, он такой мощный антиоксидант. Потому что в природе все эти вещества, они дополняют друг друга, усиливают эффекты друг друга, а какие-то негативные влияния могут нейтрализовать. Поэтому вот в лиственнице в основном дегидрокверцетин, немножко кверцетина, плюс арабиногалактан. Я думаю, что эта смесь недаром так придумана природой. Чистые вещества могут понадобиться в лечении какого-то заболевания, если мы хотим достичь какого-то антагонистического эффекта и нейтрализовать симптом или проявление заболевания. Поэтому, чем естественнее, тем лучше. Дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть опыт применения дегидрокверцетина на себе, любой положительный, отрицательный, может какие-то побочные эффекты, может вам с чем-то это помогло, будет очень интересно почитать, пожалуйста, напишите в комментариях. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всем здоровья, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!